Молодежь это будущее страны, ее опора и процесс движения. Сегодня азербайджанская молодежь патриотична, высокоинтеллектуальна, привержена национально-духовным ценностям, историческим корням, государству и родине, выступает с поистине гражданской позицией в общественно-политических вопросах, демонстрирует высокую активность и инициативность. Один из лидеров азербайджанской молодежи Аразду Влатов сегодня у нас в студии. Говорить мы будем о молодежной политике, деятельности диаспоры и интеграции нашей молодежи в России. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Араз, для начала расскажите, пожалуйста, о себе. Вам всего 25, а за вашими плечами уже достаточно насыщенная, активная общественная деятельность. Как все начиналось? Все началось, когда я еще поступил на педокурс в Московский государственный педагогический университет. Как известно, в каждом университете есть азербайджанские клубы, называется там как АСКлубы. И моя активность первоначиналась с этих клубов. В первом курсе я предложил молодежные проекты интеллектуального форма. И потихоньку, проект за проектом, продвигаясь вперед, как и курс за курсом, я, как бы сказать, продвигался в молодежной политике, знакомился с этой сферой. И меня это больше привлекало. И потихоньку, как бы годами, до 25 лет, по молодежной политике, как бы набирался опыт. И в данный момент, как бы, продолжаю заниматься. И цель в том, что объединить азербайджанскую молодежь в Москве и вообще. Как вы оказались в Москве? Я родился в Москве. Учился, закончил там университет. Как бы семья там живет, и брат там учится. То есть, как бы, родина, как бы, и Россия, и Азербайджан, да, можно сказать. Историческая родина, естественно, Азербайджан. А раз что значит быть лидером, и как сегодня это качество проявляется среди азербайджанской молодежи? Быть лидером, это значит проявлять первое значение, это активность. Проявлять свои идеи, проекты, как бы, интересоваться своей родиной, укреплять молодежь, писать и, как бы, предлагать много проектов. То есть, ты должен быть, как бы сказать, грамотным, активным. А среди нашей молодежи как проявляется это качество сегодня? Ну, например, уже третий год мы проводим проект «Стань ближе к диаспоре». Мы приглашаем на этот проект, точнее, этот проект посещают те люди, которые далеко от диаспоры и далеко вообще от родины и хотят стать ближе. И туда приходит молодежь, которая с проектами, с идеями, то есть, они приходят там делиться своими мыслями. И мы, когда их встречаем, мы стараемся их помочь, одобрить их проекты. И азербайджанская молодежь, мы видим, что проявляет в этом активность, потому что на первом проекте пришло около 300 человек, в первый раз, ну, выше 300 человек. Среди них около десятки, которые предложили свои проекты. И, исходя из этого, мы говорим, что вот это и есть пример того, что вот каждый из вас может также быть активным, предлагать свои проекты и быть активным в этом сфере. Говоря о проектах, вы тоже известны как автор многих интересных проектов, к примеру, чистые и экологически приемлемые технологии на примере использования ионной жидкости. Что собой представляет этот проект, в чем его суть? Это проект, конечно, если немножко общественные деятельности немножко в сторону брать, это проект более научного форма. Но проекты, когда мы говорим, это не значит то, что именно общественные деятельности. То есть проект, если человек проявляется и показывает свои проекты, они могут быть разной сферы. Также и научные, экономические, разные сферы. Это проект научный в сфере химии. В чем суть заключается? Сейчас все используют бензины, керосины, дизельные всякие машины, вот это все. То есть этот ионная жидкость – это то вещество, которое в 21 веке и в дальнейшем может заменить это все, и оно чисто экологическое. И этот проект был в том, чтобы в дальнейшем открыть в Азербайджане предприятия, которые будут изготавливать это вещество. Так как Азербайджан сам, например, некоторые университеты покупают это вещество в других странах. А мое предложение в этом проекте, чтобы Азербайджан сам изготавливал это вещество и сам как бы работал, импортировал, экспортом, то есть совместно с Россией. Это вещество можно было использовать так и как в бизнесе, так же и в самом Азербайджане. Она чисто экологическая, ее можно использовать не только как вместо бензина и вместо керосина, все это. Она используется везде, где заменяется безопасный экологический раствор. То есть где делают мебели, где делают разные другие какие-то вещи, она может заменить и более на экологический продукт. Пока это только идея? Проект готовый, да, то есть все расписано. В дальнейшем мы посмотрим, как это будет. Азербайджанская община должна интегрироваться в российскую среду и выстраивать взаимовыгодный диалог культур. Об этом говорилось не раз. А что делается в этом направлении? Россия и вообще Азербайджан, они их объединяет, как бы сказать, древнейшая культура. Общая история. Общая история. Как бы в разных сферах есть свои какие-то тонкости, которые их объединяют. В Москве, да и под руководством Шамиль Тагеева, в российских вузах, в школах, проходят демонстрации азербайджанской культуры. В университетах каждый год проводится День культуры. Как на Азербайджанской Медельной Гюнио, то есть День культуры. И там азербайджанские клубы стараются показать свою культуру Азербайджана. Кухонные блюда, национальные костюмы. То есть в этом направлении представители азербайджанской молодежи очень хорошо работают. Какова перспектива работы с азербайджанской диаспорой в России? Конечно, работать нужно в этом направлении, в диаспоре очень много. Есть очень много планов. В дальнейшем были как бы перспективы улучшить, то есть объединить всех представителей азербайджанской общины в России. И работать совместно, то есть сотрудничество между собой, чтобы укрепить и двигаться вперед. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Спасибо вам. Я напомню о молодежной политике, деятельности азербайджанской диаспоры и интеграции нашей молодежи в России. Мы говорили с общественным деятелем, одним из лидеров азербайджанской молодежи, Аразом Довлатовым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова